Привет, YouTube, с вами Джулиан, и сейчас я хочу ответить на часто задаваемый вопрос от определенного процента моих подписчиков. Почему я покупаю старые смартфоны, почему я ими пользуюсь, и почему я не хочу сейчас вот брать новые смартфоны? Почему я их в принципе не рассматриваю? Зачем я типа покупаю такой вот швак по типу Note 5? Ну, по их мнению швак, потому что я так не считаю. Ну, короче, начнем с того, что первым важным показателем, на первом месте, пожалуй, для меня, как для человека, много фотографирующего и снимающего видосов, это, конечно же, камера. Ни процессор какой-нибудь там, ни память, хотя, ну, память для меня тоже важна, потому что, допустим, если смартфон невозможно расширить с помощью карт памяти, желательно как можно большим объемом, то, естественно, я эти смартфоны не рассматриваю. Я сейчас не пытаюсь навязать свою точку зрения. Я понимаю людей, у кого там есть определенная любовь к таким брендам, как Samsung, у кого там любовь к бренду Xiaomi, Techno, Oppo, Sony, Google там и так далее и тому подобное. Кстати, против никаких брендов я ничего не имею. Например, Google это, как помню, качественный бренд, очень качественный бренд. Но там нельзя расширить смартфоны с помощью карты памяти. Там реально есть смартфоны с топовой камерой, но стоят они дорого. Но об этом чуть попозже. Второй показатель для меня это цена. Я не рассматриваю категорически телефоны дороже, ну, чаще 20 косарей. Ну, может быть, там, я могу там для себя какой-нибудь предел установить. Не выше там 25, но на край там 30, хотя скорее 25. Но желательно не дороже 20. Вот. И, пожалуй, третий показатель, возвращаясь к камере, хотя лучше бы я это сказал, ну, с самого начала, чтобы была возможность включить вспышку во время съемки. Так как я человек, снимающий, ну, для меня на моем канале, получается, основная тематика это лифты. И для меня очень важно, чтобы именно в стоковой камере была возможность включить вспышку во время съемки. На Nokia 7.1, на которой сейчас ведется запись, и на Redmi Note 5, который у меня на зарядке сейчас стоит, эта функция есть. И я этому очень даже доволен. Вот. Это, пожалуй, еще одна причина, по которой я не рассматриваю новые смартфоны. Во-первых, потому что там сейчас хуже стала камера, именно по моим меркам. Вот. Может быть, там для вас, кто делает чисто фото и мало снимает видео, это не особо важно. То есть, качественные фото есть, окей. Вас это устраивает. Я не спорю, что сейчас есть прям просто офигенные камерафоны. Вот недавно вышел Xiaomi 13, там Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra. Там реально хорошая камера. Там Poco F5, например. Вот. Но они стоят очень дорого. Это прямо флагманы, которые, ну, я бы не рассматривал. Я не навязываю, опять же, свое мнение. Решать, конечно же, только вам. Но я вам объясняю, почему я вот такой вот настойчивый. Почему я не собираюсь сейчас, вот конкретно сейчас, брать новые аппараты. У меня, кстати, есть планок взять либо в этом, либо в следующем году еще один смартфон на андроиде. Я вам не буду говорить, какое именно. И там вот все эти функции есть. Плюс там будет поддержка 4К, оптический и электронный стаб. Там будет ширик еще. Что для меня как бы уже второстепенный, как и показатель камеры. Но все равно. Я бы, я бы попробовал данный аппарат. Опять же, не буду говорить, что это за аппарат. Вот. Я сейчас не говорю, что я против там новых телефонов. Решать, конечно же, только вам. Вот. Но у меня, пожалуй, на этом все. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам ответил на вопрос, интересующий вас. В общем-то, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok